Привет, меня зовут Рита, я креативный директор онлайн-гендиатора «Премьер». И сегодня у меня подкаст на диване, и вы со мной в этом приключении. Проще простого. Подкаст о таком сложном мире дизайна и рекламы простыми словами. Меня зовут Рита, и я прошла путь от дизайнера до креативного директора. Теперь я веду свой блог, где рассказываю, как попасть в креативную индустрию и как всё устроено. Я веду блог в Инстаграм, в Телеграм, так что, если будет интересно, подписывайтесь на мои аккаунты. Итак, сегодня будет довольно такая щекотливая тема, она про то, что я ненавижу в дизайнерах. Почему вообще я решила как-то порассуждать на эту тему? Потому что я вчера была на конференции TypeType, и со мной произошло довольно... Ну, на самом деле, со мной произошло несколько любопытных таких инсайтов. Это конференция, которую проводит известная шрифтовая студия, и, конечно же, там были в основном или дизайнеры, или люди, которые как-то относятся к бренду, но по большей части, конечно, всё-таки дизайнеры. И на этом моменте я вспомнила, во-первых, что я ненавижу конференции. Ненавижу и конференции, потому что дизайнеры очень часто бывают новыми. Это, наверное, первый пункт такой, который для меня является очень каким-то триггерящим, что ли. Потому что для меня дизайнеры, они немножко всё-таки как будто бы делятся на два мира. Это люди, которые из условного дизайн-комьюнити. Это когда-то, я не знаю, дизайнер отучился в Британке, в каком-нибудь прям вот именно признанном конкретной группой людей комьюнити. И мне кажется, что эти комьюнити, они начинают создавать определённые правила. Что хорошо, что плохо, что в тренде, что не в тренде. И причём не всегда это связано с какими-то, знаете, общемировыми трендами. И мне кажется, это превращает немножко людей в снобов. И такое деление на своих и на чужих, конечно же, накладывает определённый паттерн отношения к остальным. Как это на практике можно увидеть? Это когда вы берёте какой-то приём, например. Выкладываете работу в соцсети. Просто выкладываете какой-то кейс на признанном, не знаю, портале для рекламщиков. И там начинают прилетать комменты. На самом деле можно прям пойти посмотреть, что там за комменты. И это такая какая-то даже в некоторой степени агрессия, которая, опять же, или она может выражаться в комментариях, или она может выражаться в том, насколько люди оценивают чужие работы, насколько люди не боятся в целом высказывать своё мнение, часто о котором даже вы могли и не спрашивать. И вот как раз такая же ситуация произошла у меня вчера. Я пришла на конференцию, и там для меня была очень интересная лекция про то, как Иви делал свой шрифт с TypeType, потому что мы тоже сейчас будем разрабатывать свой шрифт. И, конечно же, для меня эта тема довольно важная. Мне очень хотелось понять вообще, какой объём работы в результате вышел у ребят. В целом, сколько ушло времени на это всё, какие были подводные камни, какие этапы и так далее. И эта информация, она была действительно ценная, очень классная. И в конце конференции я решила подойти и познакомиться с Митей, потому что у меня давно была такая идея сделать креативные завтраки с ребятами из других онлайн-кинотеатров. И я, конечно же, подошла к Мите с этим вопросом, да, ну, познакомиться и, конечно же, предложить вот какой-то такой совместной, наверное, может быть, встречи с обсуждениями. И каково же было моё удивление, когда он просто сходу после «Привет Мэйс Премьер» говорит мне, слушай, у меня вопрос, скажи, пожалуйста, почему у вас такая нормальная последняя компания, а прошлое такое говно? И на этом месте, во-первых, я охренела. Охренела я, потому что я просто не ожидала, что я могу на этой конференции попасть в такую ситуацию. И здесь мы как раз переходим ко второму пункту. Второй пункт звучит как «Мания величия». Мы с вами в прошлом выпуске обсуждали как раз... Ладно, не в прошлом, а в позапрошлом. Обсуждали пик глупости. И это вот этот момент, когда человек чего-то достигает, он действительно может быть суперклассным специалистом, но он перестаёт чувствовать какие-то грани. Грани вот этой этики, да, грани в целом того, что как будто бы не очень корректно высказывать свою точку зрения, если тебя они не спросили. Другой вопрос, что в целом не очень корректно высказывать свою точку зрения, особенно негативную сходу, если человек хочет с тобой коммуницировать, потому что ты же никогда не знаешь, где ты с этим человеком, потом столкнёшься. Сейчас ты считаешь себя суперклассным, ты можешь быть на коне, а через какое-то время может всё измениться, потому что рынок очень узкий, и нужно быть аккуратным с тем, кому ты что говоришь. Поэтому у меня остался очень такой негативный осадок, мне, конечно же, перехотелось в целом устроить какой-то диалог с этим человеком, и я думаю, что у вас на моём месте, скорее всего, это вызвало бы подобные чувства. Мы с вами косвенно обсудили ещё один пункт, о котором я уже упомянула, это отсутствие этики. Для меня, как для человека, конечно же, здесь все пункты, о которых я говорю, это с позиции просто меня как, с одной стороны, критичного директора, с другой стороны, меня как просто человека, где я рассказываю, какие вещи мне в людях в целом импонируют, какие вообще они импонируют. Это всё записано через призму моей личности. Мы с вами обсудили, что меня очень сильно триггерит отсутствие этики. Мне кажется, что корректно высказывать своё мнение, давать обратную связь, если вас о ней попросили. Если вас не попросили, ну, значит, просто промолчите и держите её у себя, потому что это ваше мнение, это ваша субъективная оценка, и почему вы считаете, что вы бог дизайна, и вообще можете с этой позиции что-то комментировать. Следующий пункт, он касается найма. Это связано с приписыванием себе чужих результатов. Я с этим сталкивалась в своей жизни несколько раз, и это проблема как для человека, чьи результаты приписывают себе, так и в целом проблема найма. Потому что один раз я с этим столкнулась, когда я прошла на собседование в Инстинкт. Я работала в креативном агентстве ДАДА до этого, и снимала ролик для бренда Матрикс. Мы делали прям очень классную бренд-платформу. Я придумала ролик, написала продакшн-бриф, и потом дальше на съёмках уехала в отпуск. Потом я увернулась и продолжила работу над проектом. Какое же было моё удивление, когда я прихожу на собеседование, и меня спрашивают, а вот ты показываешь портфолио проект, а это, типа, действительно твой проект? Я такая, ну да, типа, в чём вопрос? И узнаю, что мой коллега, который был на съёмках, замещал меня в эти дни, он представил этот проект как свой. И тут такой очень любопытный момент, что с одной стороны, конечно же, он в нём участвовал, он мне помогал, но с другой стороны, мне кажется, важно в своём портфолио указывать, в какой роли вы были на проекте, и что конкретно вы сделали. Потому что иначе могут быть такие ситуации, когда вы просто не упоминаете, да, это считывается как ваш проект, и потом это может не иметь, на самом деле, никаких последствий, но ситуация, прямо скажем, не очень приятная. И в обратную сторону, я как руководитель, я уже несколько раз буквально брала людей с классным портфолио, у которых были потрясающие проекты, очень классный бехан с ленточками и так далее, и потом оказывалось, в работе эти люди не проявляли себя таким образом, и в процессе я уже выясняла, что на самом деле в этих проектах они сделали какую-то прям очень маленькую роль. И это очень обидно, потому что я же тоже трачу свой ресурс, я беру человека, мне кажется, что он классный, да, просто потому что у него классное портфолио. Но не всегда это действительно так, и из-за этого мне пришлось вводить обязательно тестовый просто любую позицию. Я знаю, что многие расстраиваются из-за того, что им приходится выполнять тестовый, но после таких ситуаций, если честно, прям тремновато кого-то брать без тестового. И была еще похожая ситуация. Один раз, когда тоже я не давала тестовое, звучало все супер кайф, а на деле оказалось, что человек гораздо лучше, больше говорит о своих достижениях, чем делает это в реальности. И это, наверное, такой, еще следующий пункт, да, который меня триггерит. С одной стороны, это скилл, это реальный скилл, просто уметь классно говорить о себе, уметь классно представлять свои результаты, даже если ты особо ничего не сделал. Уметь показать себя специалистом именно на словах. Но с другой стороны, происходит такой оверпромис, мне кажется, как с предыдущим случаем. Короче, когда вы берете человека, у вас все равно появляются какие-то ожидания. И вот если они не выполняются, происходит разочарование. Потому что, с одной стороны, вы или можете этого человека тестировать в течение испытательного срока, он не проходит, и вы потратили время. С другой стороны, еще хуже ситуация, когда вы взяли человека, он вроде как, он как бы не соответствует вашим ожиданиям, он, ну в целом, он в чем-то норм, но потом вот каждый день, если вы его оставляете, вы думаете о том, что, блин, ну, что-то, короче, кажется, что хочется другого подхода. И это гораздо хуже, чем если бы вы сразу просто поняли, что с ним не так. Еще один моментик следующий, которым мы вчера разговаривали с коллегами, это когда дизайнеры не думают в процессе. Дизайнеры учатся делать картинки, в целом нагонять какой-то красоты, но при этом за этой красотой нет никакой мысли, нет никакой идеи. И в таком случае оно просто не имеет смысла. Наверное, мне бы хотелось, чтобы люди просто чуть-чуть чаще заземлялись, чуть чаще вообще как-то обдумывали то, что они делают. И, наверное, мне кажется, общий уровень немножечко тогда повысится. Сейчас я, возможно, сказала тоже как сноб. Человек, который не состоит в дизайн-комьюнити, видимо, другой вид снобизма. Короче, меня это не триггерит, наверное, пока это ко мне сильно не относится, но если вдруг такой человек попадется ко мне в команду, это просто будет затягивать процесс, потому что сначала будет дизайнер что-то делать, потом я буду дальше объяснять ему, что нужно было сначала подумать, а потом сделать. В итоге он потратит время, я потратил время на то, чтобы объяснить. Дальше я буду его обучать, думать. Обучать, думать, это как будто бы немножко неблагодарная работа. Поэтому я стараюсь просто изначально как-то проверять это и брать людей, которые сначала понимают, что и зачем они делают. Следующий пункт. Меня очень сильно расстраивает, триггерит безответственность. Безответственность — это когда человек что-то обещает и не делает это. Тут, мне кажется, есть пара моментов, потому что с одной стороны есть тайминги, и люди могут нарушать тайминги, а с другой стороны — это когда просто вы что-то обещаете, забываете, или когда на дизайнера невозможно положиться. Я очень сильно ценю ответственность в ребятах из своей команды, и поэтому если вдруг я понимаю, что я не могу положиться на дизайнера, то для меня это как будто бы очень большая проблема, потому что мне нужно помимо того, что я его брифанула, мне еще нужно за ним следить постоянно, в таймингах он, не в таймингах, и получается мне нужно затрачивать дополнительно свой ресурс. А, конечно же, никто не хочет просто делать что-то, когда можно было и не делать. Наверное, это все. У меня набралось 3, 4, 5, 6 пунктов. Может быть, еще что-то вспомню, но кажется, что это основные. Пожалуйста, напишите, что вас триггерит в других дизайнерах. Продолжение следует...